ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Итак, это программа «Звоните доктору» о том, что ОМС грядущий нам готовит. Мы сегодня поговорим с директором территориального фонда ОМС Самарской области Владиславом Романовым. Здравствуйте. Здравствуйте. 202.11.22. Как обычно, мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, звоните к нам в студии, если у вас будут вопросы по теме сегодняшнего разговора. Владислав Евгеньевич, знаете, я бы предложила, если честно, начать с АЗОВ, поскольку даже люди, имеющие полис, до конца не знают, что он, какие возможности он им дает, что с ним делать, что правильно, что неправильно. Так вот, все-таки, что такое обязательное медстрахование, кому и для чего оно нужно? Система обязательного медицинского страхования, да, и полис, про который вы говорили, позволяет человеку бесплатно получать определенные виды медицинской помощи в медицинских организациях, как в Самарской области, так и любого субъекта в рамках межтерриториальных расчетов. Есть определенный перечень заболеваний, да, которые входят в базовую программу обязательного медицинского страхования. В каждой поликлинике, в каждом медицинском учреждении эта информация представлена и на стендах, и на сайтах. То есть вы заходите в поликлинику, в первую очередь обращаете внимание на программу распечатанную. И там есть перечень заболеваний, в рамках которых вы получаете бесплатную медицинскую помощь в том или ином учреждении. Кроме того, еще важным разделом является высокотехнологичная медицинская помощь. Часть заболеваний – это высокотехнологичная медицинская помощь, там, где применяют ресурсы затратные, новые методы лечения, да, вот наиболее дорогостоящие виды лечения. Часть заболеваний, при которых оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, тоже имеется в базовой программе обязательного медицинского страхования, в нашей территориальной программе. И оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования. Это и операции в отоларингологии, да, и протезирование суставов, и какие-то сложные операции кардиохирургические. Но если мы говорим вот о новациях этого года, да, то перечень вот этих заболеваний, при которых оказывается помощь в рамках ОМС, расширился. Так, теперь в систему базовую программу ОМС включены лечения при доброкачественных опухлях в отоларингологии. Раньше все это оплачивалось за счет средств федерального бюджета или областного бюджета. Теперь это оплачивается в рамках программы обязательного медицинского страхования. Кроме того, с этого года оплачивается лечение тяжелых форм сахарного диабета и гиперинсунулизма у новорожденных детей. Есть специальный тариф 174 с установкой системы суточного мониторирования. То есть это так называемый помп устанавливается за счет средств обязательного медицинского страхования у детей, у новорожденных детей. 174 тысячи, вот как я сказал, стоит этот тариф. Расширен перечень специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного дневного стационара. Мы говорим о реабилитации после перенесенных, например, ковид-инфекций. У нас сейчас появился тариф по реабилитации в условиях стационара и в условиях дневного стационара. Появился специальный тариф на реабилитацию после мастектомии, после онкоортопедических операций. Вот все это расширяет перечень тех заболеваний, при которых человек получает бесплатную помощь в системе обязательного медицинского страхования. Кроме того, вот с учетом той коронавирусной инфекции, которую сейчас мы наблюдаем, у нас введено несколько тарифов в условиях амбулаторно-поликлинической помощи. Так, теперь человек после перенесенного заболевания может получить помощь в условиях поликлиники и продолжительностью 14 дней. Этот тариф с учетом, он получает физиотерапевтическое лечение и наблюдение врача-специалиста. Очень актуально на сегодняшний день. И, кстати, довольно оперативно ввели вот эти все пункты в программу. Да. Владислав Евгеньевич, обо всем сейчас еще поговорим подробнее. Но для начала давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. Что-то у нас со связью. Перезванивайте нам, пожалуйста. Мы вас пока не слышим. Но программа продолжается. 202.11.22. Можно будет еще раз набрать этот номер. Я хотела только еще уточнить по поводу, вы сказали, перечня заболеваний и обследований, которые оплачиваются благодаря полис ОМС. Что по поводу анализов, медицинских анализов, конечно же. Входят ли они туда? Да, конечно, медицинские анализы. У нас есть прескурансный медицинский анализ, он еще обширный и, конечно, уходит за счет средств обязательного медицинского страхования. Я думаю, что людей, наверное, беспокоит в первую очередь вот эта вот сейчас ПЦР-диагностика, которая идет у нас на ковид-инфекцию. Она при подозрении на инфекцию, при наличии симптомов, она осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Кроме того, за счет средств ОМС мы оплачиваем компьютерные томографии легких, да, вот это то исследование, которое необходимо. И вот ПЦР-диагностика и КТ вот в прошлом году потребовали дополнительных серьезных затрат в системе обязательного медицинского страхования. Если говорить, вот, например, об итогах прошлого года, да. Хотела как раз вас спросить, как вообще выстоял фонд и вот в тех критических условиях, в которых все мы находились. Да, вот по итогам прошлого года я уже вот сказал, что на КТ и на ПЦР-диагностику были выделены дополнительные средства, порядка 300 миллионов рублей и на тот, и на другой вид исследования. Кроме того, в целом у нас в программу, в программу, в территориальную программу ОМС было заложено на лечение всех инфекционных заболеваний, вот с учетом статистики предыдущих годов, да, 150 миллионов рублей. Одна ковид-инфекция потребовала по итогам с апреля, да, вот на 1 января этого года, 5 миллиардов 738 миллионов рублей. Представляете, какие... Средства были найдены, да, средства были найдены, они были найдены внутри системы, перераспределены. В конце года мы получили межбюджетный трансферт из федерального фонда, дополнительно 606 миллионов пришло. Кроме того, областной бюджет очень серьезно помог в этом вопросе, тоже выделялись, неоднократно выделялись деньги, вот все это позволило стабильно финансировать систему. Такая мощная мобилизация ресурсов, видимо, произошла. Дозвонился все-таки до нас зритель, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все-таки какие же полисы ОМС существуют и в 2021 году выдаются россиянам? Может, какие-то новые были? Да, спасибо за вопрос. Кстати, таких вопросов, я думаю, много, потому что у кого-то есть голубые листочки, у кого-то есть пластиковые карты. Вот что сейчас нужно менять, что-то делать? Они действуют и те, и другие, на самом деле, да, и они не нуждаются в замене, работают как бумажные, так и электронные полисы. Значит, мы выдаем электронные полисы в основном новорожденным, да, если имеется смена фамилии, да, вот там заключение брака и так далее. Поскольку мы получаем их, так, как бы сказать, в ограниченном количестве, мы пока вот на эти случаи их. А так, страховой полис, обычный бумажный вариант, он работает, по нему оказывается помощь, там есть отметка о прикреплении, номер его, даже если выдается электронный полис, он сохраняется у человека один и тот же, он присутствует во всех системах наших. То есть все изменения, о которых мы говорим, они не означают, что нужно менять и полис? Нет, абсолютно не нужно это делать, если есть, говорю, вот какие-то вот изменения, это так все абсолютно работает у нас и по старым, в том числе, образцам полисов. Да, вернемся к пандемии, какие изменения. Да, и по пандемии хотелось бы вот еще отметить, что в прошлом году, вот с появлением в апреле первых пациентов, система претерпела очень серьезные изменения, была остановлена там плановая помощь, были остановлены диспансеризации, профилактические осмотры и вот были переспределены средства на организацию работы ковид-госпиталей. И, соответственно, мы были вынуждены в короткий период внести новые тарифы для лечения ковид-инфекции в условиях стационара, там легкой, средней, тяжелой, крайне тяжелой степень, были введены, в том числе, при применении аппарата ЭКМО, корпоральной мембранной оксигенации. То есть для лечения самых тяжелых пациентов были введены тарифы необходимые, которые в 5-6 раз превышают обычные тарифы. И вот я сказал, какие цифры были потрачены на лечение этих пациентов. Кроме того, мы увеличили авансы медицинским организациям, которые оказывали услуги, например, поликлинике по дневному стационару. Эти услуги резко сократились, в том числе, как и диспансеризация и профосмотры, а поликлиника должна получать деньги, да, ЦРБ, например, да, если даже не оказывает помощь. Поэтому вот мы увеличивали авансы, чтобы люди получали зарплаты, покупали необходимые медикаменты, там, расходные материалы для текущей деятельности. Так что все это было сделано. Были введены тарифы, вот я уже говорил, на ПЦР-диагностику на ковид-инфекцию. Кроме того, расширен вот этот перечень для произведения компьютерной томографии легких. И вот все эти, как бы, введения, они позволили оперативно, как бы, сориентироваться по ситуации и стабильно финансировать систему здравоохранения. Я вот циничную вещь сейчас скажу, но получается, что от пандемии мы, пациенты, выиграли в плане того, что перечень только расширен, процедур, которые можно получить с помощью обязательного медстрахования и, в общем, лечиться не станет менее комфортно, правильно? Ну, выиграли, наверное, это не тот термин, который применяется по отношению к пандемии. Но, действительно, вот система отреагировала, и мы расширили этот перечень, который позволил системе МОЭС получать все необходимые, как бы, методы лечения для пациентов. Потому что работали очень оперативно, каждый раз изменяли. 26 изменений были внесены в тарифные соглашения за этот период. Это очень много. То есть мы постоянно меняли тариф. Как только появлялся там новые лекарственные средства, было зарегистрировано, как только оно появлялось в методических рекомендациях, тут же нам главные внештатные специалисты Минздрава давали эту информацию, мы вносили соответствующие изменения. То есть вам это болеть тоже было некогда? Да, постоянно работала комиссия, и вот постоянно вносили эти изменения, очень оперативно все это делали с Министерством здравоохранения Самарской области. Плюс у нас постоянно же проходят и штабы под руководством губернатора Самарской области, и там еще получаем мы определенные задания, которые тоже нуждаются в срочной, как бы, корректировке, все это вносится в систему. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, когда установится плановая респонсоризация в полном объеме уже, и планируется ли поликлиниками выездные осмотры за счет средств МОЭС? Да, спасибо. Как раз вы говорили о том, что были прекращены плановые осмотры и диспансеризация с началом пандемии. Да, к сожалению, были они приостановлены, но это, конечно, вопрос больше, наверное, к Минздраву, да, поскольку они делают приказ о открытии плана медицинской помощи, мы только ее оплачиваем, но вот по тем совещаниям, в которых я принимаю участие, я могу сказать, что ориентировочный срок, это вот ориентировочно с марта будет возобновлена плановая госпитализация, она будет возобновлена постепенно и, соответственно, диспансеризация. Это касается областной больницы Середавина, это касается Тольяттинской больницы номер 5, клиник медуниверситета обязательно, больницы Баныкина в Тольятти, да. То есть постепенно Минздрав по своему плану будет в марте постепенно вводить. Ну, опять же, при условии того, что у нас цифры по заболеваемости снизятся и будут, как бы, вот эти вот койки можно будет использовать под плановой помощи. И диспансеризация начнется. На диспансеризацию в этом году запланированы очень серьезные средства. Стоимость диспансеризации, она различна, там у мужчин и у женщин. В первую очередь хотел бы обратить внимание людей, которые страдают хроническими заболеваниями, там сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Вот кто, кто находится на диспансерном наблюдении, каждый год подлежат диспансеризации, должны появиться поликлиники. Об этом они получат извещение от поликлиники. Кроме того, у нас работают, вот я хотел бы сказать, страховые представители, такой очень серьезный институт, который занимается рассылкой СМС-оповещений и оперативно реагирует на запросы жителей. Вот вообще, если есть какие-то вопросы, да, касаемо там диспансеризации, лечения, вот услуг, которые уже предоставлены, то, конечно, нужно обращаться в первую очередь с страховым представителем, который есть в поликлинике, который есть на сайте страховых компаний. У вас на полисе есть отметка о прикреплении страховой организации, там есть там или это АСКО, или это МАКСЭМ. То есть по любым вопросам звонить туда? По любым вопросам прям звонить туда. Есть круглосуточный телефон в каждой организации. В некоторых у нас поликлиниках установлены и видеосвязь, там есть соответствующие, стоят информаты, там подходишь, просто поднимаешь трубку и уже в режиме видеосвязи проходишь консультацию. Это тоже работает, причем работает вот круглосуточно. У нас в фонде есть телефон, на сайте фонда он есть, который позволяет тоже задать любой вопрос касаемый лечения. То есть не надо сразу писать жалобу, да, в Минздрав президенту, губернатору. Можно вот обратиться в полцентр, где получат информацию о разъяснении. Вот сайта 8-800-200-26-60, мы можем еще отдельно, наверное, дать этот телефон. Я думаю, мы еще повторим, может быть, несколько раз. Это центр информационный нашего фонда, который работает в круглосуточном режиме. Пожалуйста, есть вопросы, звоните туда. Или опять же, страховые представители. Они у нас есть трех уровней. То есть если первый там не справляется с уровнем, который в поликлинике, второй уже специалисты, третий это вообще экспертный уровень. То есть это очень серьезно, можно там расширить представление. Сейчас все это достаточно просто найти на сайте. Владислав Евгеньевич, а вот еще хотела спросить вас. Достаточно остро в период пандемии встал еще вопрос оказания онкологической помощи. Понятно, что все учреждения были главным образом нацелены на борьбу с ковидом. И онкологические больные в непростой, наверное, ситуации оказались в это время. Вот что будет в будущем году по поводу оказания онкологической помощи, с учетом того, что ведь, наверное, большая часть этой помощи высокотехнологичная и дорогостоящая? Вот спасибо за вопрос. Как раз онкологическая помощь и кардиопомощь, они не пострадали. Они на самом деле остались в тех же объемах, которых и были. Мы не прекращали плановую госпитализацию. Минздрав не прекращал здесь и плановую, и экстренную помощь больным кардиологического профиля и онкологическим пациентам. По прошлому году мы очень серьезно приросли. По онкологии, я имею в виду по суммам, да, и по объему оказываемой помощи. И помощь была оказана и в круглосуточном стационаре, и в дневном стационаре. Даже имеется и сверхобъемы, переработаны, есть определенные объемы, превысили программу госгарантий. Сейчас мы решаем этот вопрос. И по этому году в системе обязательного медицинского страхования на онкологию запланировано 5 миллиардов 200 миллионов. Это на 300 миллионов больше, чем по прошлому году. Мы сейчас по региону говорим. Да, мы именно говорим про Самарский регион. То есть здесь никакого сокращения быть не может. Здесь, наоборот, расширяется, расширились схемы химиотерапии, появились там лечения лучевых поражений после лучевой терапии. Там очень серьезно расширен перечень при онкологических заболеваниях. У нас открываются центры амбулаторной, ЦААПы, Центр амбулаторной онкологической помощи. Да, вот недавно открыт на базе 4-й городской больницы. Будет открываться еще открыт в горбольнице номер 8 в Тольятти. И есть план у Минздрава по открытию центров амбулаторной онкологической помощи. Так что здесь вот как раз в этом плане очень серьезные средства запланированы. Вот вы уже начали говорить о том, куда можно обратиться, телефоны существуют, сайт существует. В общем-то, система ОМС, ведь как и весь мир идет вперед и соответствует духу времени. Вот по поводу информатизации, насколько вообще это актуально? И какие полезные, может быть, для пациентов моменты появились в вашей системе? Как можно упростить работу и посещение поликлиники, получить быстрее лечение? Да, конечно, вот по информатизации. У нас, ну, во-первых, есть сайт госуслуг, да, где можно получить информацию об оказанных услугах. Полностью получает информацию человек, если заходит на сайт, если он там зарегистрирован. Кроме того, можно записаться к врачу, да, и получить результаты. Вот. Единственное, вот сейчас есть пилотный проект, он по пяти регионам проводится, и он будет потом как бы распространен на все регионы в этом году. Можно отправить еще и можно получить возможность обратной связи, да, то есть сказать, получал ты эту помощь или нет, прямо на сайте госуслуг, отписаться и сказать, да, я там получил, подтвердить. Сейчас это можно сделать только там через сайт фонда, да, или через Минздрав. Сказать, что нет, вот там обнаружил такие-то вот нарушения, и обратить на это внимание. Это будет прямой, как бы, выход на сайте госуслуг, можно дать обратную связь по перечню предоставленных услуг. Ну, кроме того, вот я уже сказал по записи врача, у нас расширен перечень услуг, в том числе и телемедицинские консультации. Сейчас у нас существует определенный тариф, и можно получить консультацию специалиста и врача поликлиники. Вот метод телемедицинской консультации. Ну, это уже сам определяет сама медицинская организация, в какой это форме происходит, но тарифы такие есть. И, пожалуйста, это или телефонный звонок, или видеосвязь. Все это вот оплачивается системой обязательного медицинского страхования. Ну, и вообще у нас идет объединение баз, ну, это в целом как бы система так устроена, что сейчас идет объединение баз Министерства здравоохранения, объединение базы территориального фонда ОМС. Все этой информацией будет передаваться и Минздрав, и фонд обязательного медицинского страхования. Вот сейчас вот наши базы объединяются, включаются в единую систему. Ну, это вот так, если в общем говорить. Давайте сейчас на минутку прервемся, узнаем, что произошло в медицине региона за ту неделю, пока мы с вами не виделись. Самарская областная детская клиническая больница вернулась к обычному режиму работы. С 1 февраля возобновили все виды помощи. Это не только плановые госпитализации, но и медицинские осмотры и диспансеризация. Ежегодно в больнице получают медицинскую помощь более 75 тысяч детей. На этой неделе на уполномоченный государственный склад поступила очередная партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК для профилактики новой коронавирусной инфекции. Всего 20 160 доз. Ее незамедлительно доставили в больницы региона. На данный момент привито уже более 43 тысяч человек. В Самаре продолжают контролировать амбулаторных больных COVID-19. Граждане с подтвержденным диагнозом, которые проходят лечение дома, не должны покидать свои квартиры до получения отрицательных результатов. Контроль проводят управляющие микрорайонов. Нейрохирурги Самарской городской клинической больницы Пирогова в этом году сделали уже более 100 операций с применением современных технологий. Передовые спинальные методики позволяют в короткий срок устранить грубые повреждения позвоночника и исключить серьезные неврологические нарушения. Правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности до 1 октября. Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие 6 месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в Бюро медико-социальной экспертизы. Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы говорим про систему ОМС. И на вопросы отвечает Владислав Романов, директор территориального фонда ОМС Самарской области. Владислав Евгеньевич, мы говорили в начале еще программы о том, что с этого года, с 1 января в системе произошли некоторые изменения. Мы как-то с вами больше акцент сделали пока что на итоги прошлого года. А все-таки вот об этих изменениях. Какие самые важные, о которых нужно узнать нам? Да. Я уже говорил, что вот расширен перечень заболеваний, высоко технологичной помощи, которая теперь оплачивает за счет средств обязательного медицинского страхования. Это я сказал. И следующий очень важный момент. Нет, на самом деле изменений очень много, но они носят такой специфичный характер. Хотелось бы, наверное, сказать вот то, что нужно именно жителям Самарской области знать в первую очередь. У нас теперь федеральные медицинские учреждения оплачиваются отдельно. Раньше оплачивались через территориальный фонд, теперь через федеральный фонд они оплачиваются. Вот. Это что значит? Это значит то, что они получают определенный бюджет. Да, и этот бюджет больше, чем он был. Вот для федеральных учреждений Самарской области, для клиниками университета, для ФМБА порядка двух миллиардов. Был один и восемь миллиардов. То есть они получили повышенные задания. То есть доступность помощи станет выше. И хотел бы сказать, что для жителей Самарской области принципиально в плане получения направления это ничего не меняет. Все как было, так и осталось. Порядок тот же. Пациент ни в чем не проигрывает. Пациент не проигрывает ни в чем. Наоборот, увеличивается доступность получения высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках. Ну не только, я имею в виду наши клиники, а и московские, и питерские клиники. И как он приходил к врачу поликлиники, там оформлялись необходимые документы. Так и все это остается. То есть, мало того, сокращаются сроки рассмотрения его обращения в федеральные учреждения. То есть он получает еще и оперативный ответ. Это вот очень важно. А в целом, хотел бы сказать, что вот система обязательного медицинского страхования Самарской области, по сравнению с бюджетом прошлого года, я не буду называть абсолютных цифр, но вот относительно сказать, что она превосла более чем на миллиард. Это вот как раз те деньги, которые пойдут на кардио, на онкологию, на диспансеризацию. И на вот увеличение тарифов. И что еще сказать про новации этого года? Ну вот, наверное, вернемся к плановой госпитализации. Потребуются, наверное, еще дополнительные встречи. Тогда будут еще разъяснения со стороны фонда. А так вот, наверное, основное я сказал. Мы сейчас говорили о том, что пациент не проигрывает в результате этих изменений, только выигрывает. Ну а больницы? Больницы, конечно, выигрывают, потому что если они начинают оказывать плановую помощь, возвращаются как бы к привычному характеру работы, они получают то финансирование, которое запланировано. Оно не уменьшено, оно индексировано. Поэтому у нас там скорая помощь на 11% получает больше средств в этом году. Вот с учетом того, что скорая помощь работала очень в напряженных условиях. Мы это знаем. По этому году мы нашли резервы и дополнили систему. По Самарской только скорой помощи 133 миллиона мы добавили отдельно. Вот еще областной бюджет очень серьезно помогал Самарской скорой помощи. У нас прирост по тарифам ВПП на 6% идет. То есть у нас здесь серьезные изменения происходят. Ну и прям вот, может быть, уже очень коротко. Если все-таки возникают какие-то конфликтные ситуации, разногласия у пациента и медицинской организации, каким образом вы разрешаете эти конфликты и проводите ли какое-то расследование? Да. Во-первых, я еще раз говорю, все-таки давайте вот скажем о том, что у нас есть страховые представители, которые работают в поликлиниках, в любой медорганизации, есть телефоны на сайтах. Вот в первую очередь нужно обращаться туда. Потом нужно обращаться в территориальный фонд, в министерство здравоохранения Самарской области. Ну, если эта ситуация уже вышла, да, за пределы вот этих обращений есть уже какая-то фактура. Мы проводим экспертизу, наши эксперты проводят экспертизу. Главные внештатные специалисты здесь, и вопрос решается комиссионно. Вот, наверное, так. Ну, и, в общем, завершая сегодняшнюю программу, наверное, кроме того, что пожелаем всем нашим зрителям здоровья, еще, может быть, какие-то рекомендации от вас? Рекомендации, да. Это обязательно. Действительно, пожелаем здоровья и следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни. Вот обязательно те, кто над диспансерным наблюдением, появиться в поликлинике, следить за СМС-оповещением. В общем, вот хронические заболевания обязательно нуждаются в мониторировании. И вакцинация обязательно. Хотел бы обратить внимание, ту работу, которую проводят вот Минздрав, она очень важна. Надо очень сознательно к этому относиться. Вакцинация – это вот самое первое очередное мероприятие, которое необходимо сейчас сделать. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Но вот все равно ваше здоровье под охраной и под защитой территориального фонда обязательного медстрахования. В том числе, да. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова